Установка светодиодных экранов в большом городе не новость, а вот маленьких таких, как наш, сенсация. С начала осени в Уптыльце обсуждали, что же такое строится рядом со сценой. Версии были разные. А что же на самом деле за объект вырос в центре города, мы узнали в клубно-спортивном комплексе. Где-то год назад мы загорелись идеей приобрести медиавывеску, для того, чтобы использовать ее как рекламный, в общем-то, стенд, да, видеостенд. Потому что вот это регулярное, постоянное печатание, вот эта полиграфическая реклама, оно как бы нас и финансово затрудняет, и физически просто постоянно их срывает и так далее. Вот времена уже новые, технологии новые. И мы подумали, а почему бы не приобрести какой-то стенд, на котором могли бы выводить и видеорекламу, и графические какие-то изображения и так далее. Обсудив идею с руководителем, было решено на заработанное предприятием деньги приобрести экран, купили и столкнулись с проблемой, что под него нужна специальная конструкция, которую собственными силами изготовить невозможно. Выручили неравнодушные руководители предприятий города. Для того, чтобы изготовить такую конструкцию, естественно, мы были не в силах это сделать. Мы вышли на ВГПУ с Великой Вячеславовичем Васильевичем. Он сразу откликнулся и совершенно бесплатно в ВГПУ изготовили прекрасную, прочную, замечательную конструкцию, согласно проектной документации. И сегодня мы, к счастью, прошли второй этап, да, это установка экрана. У нас остался теперь только третий этап, это его подключение. И уже, чтобы вуктыльцы увидели непосредственно его работу. Вот. Также нам необходимо было специальное энергоснабжение этого экрана. Вот. Здесь нам на помощь пришел недоложка Евгений Николаевич о прогресс. Вот они сейчас заканчивают работу по прокладке кабелей. Сам экран представляет собой набор светодиодных сегментов 10 на 20 сантиметров, которые легко меняются в случае выхода из строя. На него можно выводить как графические, так и видеоизображения. Проходя по площади, каждый человек сможет посмотреть объявления о мероприятиях, температуру и время. Коллектив КСК надеется, что вуктыльцы по достоинству оценят новинку города, и он прослужит долго и не станет предметом вандализма.